Презентация Презентация Ну, несколько, скажем, такого как бэкграунда краудфандинга На самом деле, если посмотреть на его историю, то он был еще давным-давно И многие известные писатели-композиторы, они краудфандились, собственно, за счет подписки, скажем так То есть эта история тянется еще с прошлых веков И изначально, когда появилась краудфандинговая платформа, они были созданы для финансирования больше творческих проектов, нежели таких IT-хай-тековских Второй, скажем, момент, который очень сильно влияет на результат краудфандинга, это социал-мидия То есть чем больше удается привлечь какой-то аудитории, тем больше получается вот эта воронка, тем больше успех проекта В краудфандинге каждый год встает все больше и больше денег, поэтому все больше и больше шансов собрать ту сумму, которая необходима Объем краудфандинга в прошлом году был 6 миллиардов долларов В мире, в мире, не в России, к сожалению Компании, которые собрали больше миллиона долларов, вот на текущий момент на Kickstarter 76, таких проектов было на Indiegogo 17 Какие преимущества несет с собой краудфандинг? В первую очередь, привлекая деньги, не нужно отдавать долю в компании То есть люди донируют эти деньги в ожидании получения какого-то блага в будущем Притом более того, это благо, ну не скажем так, 100% гарантирован То есть это скорее обязательство компании его скорее всего поставить там, скорее всего в те сроки, которые там обозначены Там есть проекты, например, фитнес-браслет Бэйсис, который задержал поставку на полтора года То есть люди, как бы выдержали этот период, все равно получили свое устройство Второе, как бы очень хорошее преимущество краудфандинга, оно позволяет протестировать продукт То есть почему мы, собственно, решили сделать краудфандинг? Для нас это был очень хороший маркет-тест, продукт со всех сторон То есть это реакция аудитории на продукт, это реакция инвесторов на продукт, реакция дистрибутеров Это подготовка к большому запуску, потому что мы понимали, что будет какой-то объем вопросов относительно продукта И это реакция медиа, которая, собственно, что-то скажет, как бы, потом ты будешь понимать, как с этим работать Ну, как медиа, получается, в данном случае это, как бы, да, это бесплатный пиар, но всегда этот, он бывает, как бы, и плохой, и хороший Но, как бы, пиар, как бы, не бывает плохим Третье, ну, четвертое очень большое преимущество, то есть это возможность, на самом деле, предпродать товар То есть вы, по сути дела, получаете предоплату от пользователей Хотя это называется, как бы, не pre-order, это называется contribution, или, там, такое слово называется perks То есть люди, по сути дела, донируют вам деньги, в обмен вы обещаете поставить устройство Ну, и, как бы, вот, как я говорил, например, в нашем случае это тоже, как бы, сработало Это способ показать проект рынку и способ привлечь инвесторов в проект И, как бы, для дальнейших переговоров с ритейлерами это очень сильно помогает Потому что если ритейлеры видят, что продукт востребованный, то, собственно, как бы, успех этого проекта помогает То есть они потом охотнее соглашаются, идут на такие более гибкие, по условиям встают Если говорить про основные, как бы, платформы, то их основных две, как бы, это Kickstarter, IndieGo, Go Всего в мире существует более 700 платформ, посвященном краудфандингу Но вот две основные, как бы, они американские У них есть, скажем таки, небольшие отличия Они созданы примерно были в одно и то же время, там, в 2008-2009 году Если говорить про Kickstarter, то его, вот, по крайней мере, для нас, россиян, существенное ограничение Что мы не можем выставлять проект на Kickstarter, если мы не имеем внутри проекта человека, там, с, ну, там, британским, американским, либо австралийским паспортом В случае Kickstarter, если вы набираете эту сумму, которую вы заявляете, вы выплачиваете Kickstarter 5% фи, остальное, как бы, остается у вас Если вы эту сумму не набираете, то, как бы, не получаете ничего В случае среди GoGo, там, такая, двух, двух опций, две опции есть, как бы, можно сказать, что, если я не наберу, как бы, какой-то величины, то я тоже ничего не получу Если наберу, то получу, заплачу 4% комиссии Либо вторая опция, это более флексибл в этом случае, если, как бы, я не наберу, я заплачу 9% комиссии, а если я выполню цель, то заплачу 4% комиссии В этом случае, на самом деле, большинство компаний ставят такие невысокие цели, чтобы перевыполнить свою цель Но, на самом деле, какой-то маленький комментарий по поводу IndieGoGo, там один из основателей его, ну, можно сказать, наш соотечественник Слава Рубин, бывший белорус, который уехал в Штаты, создал этот проект И, как бы, в случае с IndieGoGo, там нет ограничений с точки зрения гражданства То есть, там можно любой проект со всего мира зарегистрировать, проект проходит валидизацию в какой-то период времени, ну, и там практически все проекты они одобряют Ну, и, как бы, довольно-таки важный момент для краудфандинга, что средняя сумма, которую люди обычно, ну, так готовы пожертвовать, рискнуть, она колеблется, ну, там, в пределах, там, 11-100 долларов То есть, вот, чек, как бы, 100 долларов, там, 150 долларов, это максимум, как бы, свыше этой суммы уже тяжело, как бы, проекты набирают Если же посмотреть на проекты, то, вот, топ, как бы, здесь выведены не все, естественно, проекты, как бы, это такие топовые проекты Но, тем не менее, если посмотреть, вот, на них, то, получается, большая часть проектов это все-таки такие IT и гаджеты И это, в том числе, как бы, еще обуславливает аудиторию этих проектов, что аудитория Kickstarter и аудитория IndieGoGo Это люди, которые, такими я бы называл тренд-центеры, которые первые пытаются получить, там, какой-то новый девайс, новое устройство И, как бы, они готовы, собственно, рискнуть на эти деньги, там, подождать в случае задержек Но, тем не менее, как бы, они, получается, в тренде того, что происходит в мире, там, в новых устройств, новых продуктов И это, на самом деле, надо учитывать, когда проект размещается на краудфандинговой платформе С ограничением вот этой аудитории, потому что не все проекты там срабатывают То есть, есть часть проектов, которые, вот, особенно, в моем понимании, как бы, такие сильно творческие Они не всегда взлетают и даже, скорее, как бы, в большей степени взлетают Потому что аудитория все-таки там довольно-таки специфичная Ну и второй, как бы, очень важный момент для того, чтобы проект взлетал Это все-таки популярность продукта, то есть он должен быть ориентирован на более массовую аудиторию То есть, чем более масса аудитория потенциально у проекта, тем больше шансов того, что он выйдет на большую величину Сколько нам дали? Нам дало 4400 человек Ну, я... Ну, нужно, либо, как бы, человек, которому вы доверяете, будет с американским паспортом Нет, недостаточно Они просят social security number А этот человек должен быть дольщиком в данном проекте? Ну, это вот уже ваших опыт Еще, может быть, не дольщиком, но тогда вопрос, что доверите бы ему свои деньги Он должен относиться, как каким-то образом, к компании То есть, ей это не как-то, что там... Перечисление денег идет на ту компанию, которая зарегистрирована То есть, если там, например, краудфандинг прикреплен к американской компании, то будет перечисление на американскую компанию Если он прикреплен к российской компании, то будет идти на российскую компанию Это просто идет процесс валидизации, скажем, счета И валидизация этого аккаунта на Paypal Ну, плюс, когда они просят предоставить там ряд документов по компании А вот аудитория, наверное, не была в кикстартере? Она встречается, скажем, или в кикстартере, или там, на кикстартере? Ну, в моем понимании, на кикстартере, вот, он более-более раскручен, там больше просто людей То есть, вот, если бы у нас была возможность выбрать, запуститься на кикстартер или Indiegogo, мы бы пошли на кикстартер Просто в силу, как бы, вот, ограничений паспорта Ну, а потом он ушел с миллионом долларов, а мы остались теперь Нет, а там счет, там, может быть, где угодно, просто человек все равно там, он отвечает Там social security number, например, в Америке, люди просто так вообще его не дают То есть, даже самые близкие там, как бы, у нас друзья, как бы, они сказали, они не это совсем персонально ищут, и мы не готовы поделиться Да А те люди, которые инвестируют, они что получают? Они? Ну, я увидел, например, проект, там был краудфандинсов фильм Люди давали по тысяче долларов, взамен они получали футболку с логотипом фильма Но, как бы, для них была гордостью, что они участвуют в создании такого-то фильма В какой-то себе, у кого-то это чувство сопричастности У кого-то, кто-то хочет получить гаджет вперед всех остальных, показать себя трансцентером, купить его по более низкой цене Ну, здесь, ну, мое понимание, как бы, вот, драйвер, очень хороший драйвер, это вот, трансцентерство у людей То есть быть впереди остальных Пока еще нет, несмотря на то, что уже обещали в июне Деньги потратили, конечно, китайцам отправили Это, кстати, отдельная история, на самом деле, насчет отсрочек Ну, вот, когда мы поняли, что мы, как бы, у нас, получается, отсрочка Это вообще, как бы, отдельная история работы с китаем, потому что они на все вопросы говорят, да Вы можете сделать за 5 долларов? Да, за 10? Да, за доллар? Да То есть на все вопросы, да, потому что ты не перевозишь деньги Они говорят, что, ну, да, но, там, приведут деньги за компоненты Они говорят, ну, да, мы обещали через, там, две недели, но две недели не получается, будет три месяца Там, как бы, один, второй, третий, как бы, и, то есть, вот, такая цепочка, как бы, у них Все, надо, как бы, иметь навык работы тоже, вот И там, вот, мы смотрели, как бы, по, там, гаджетным проектам Там, получается, практически все, как бы, всегда от этого, вот, переносит срок поставки То есть, среди, там, отсрочка примерно, там, от четырех месяцев до полугода Потому что, вот это? Ну, он работающий Я могу сказать, что черный будет только к концу года То есть, вот, сейчас мы сделаем такой, металлик Можно Да Да, 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 было такое Ну, смотрите, вот, для нас это было Это в плане, как бы, подготовки основного запуска Мы поняли те вопросы, которые возникают То, на что нам нужно быть готовым, когда будет основной запуск Да, потому что там есть, например, вопросы технологии, которые Что-то можно открыть, что-то нет Например, если у Кока-Кола спросить формулу Кока-Кола, я думаю, вряд ли она скажет Да, там, или у Гугла спросить про алгоритм, то они тоже вряд ли скажут У нас были вопросы, которые мы видели, что приходят, например, от конкурентов Там очень специфичные, такие технологичные вопросы от инженеров Которые мы старались, как бы, очень тактично, как бы, не отвечать По-русски он работает или не работает? По-русски? А что такое по-русски работает? Нет, скажите, сейчас работает Да, да, конечно, работает Я могу показать на приложение данные До сегодня, за вчера А что там лампочки горят? Как раз лампочки сегодня не горят На самом деле, вот я могу сказать Треть трафика, который приходил на сайт Были как раз с сайтов, которые люди читали где-то, что есть такой проект Они заходили на сайт, читали дальше Потом писали нам вопросы То есть там, это, как бы, такая работа, ну, как бы, по сути дела, в продаже Это такая работа со заражениями То есть то, что, вот мы, например, предположили определенное количество вопросов Мы поняли, что в итоге вопросов стало больше И, по сути дела, в процессе краудфайнинга Получается, что в какой-то момент нужно делать эти постоянные апдейты Как бы добавлять информацию о продукте Я бы сказал, для нас Вот такой большой урок был То, что все-таки нужно давать больше информации о продукте Там деталях, историкам То есть, что он, там, неоткуда-то появился, да То есть есть какая-то длинная история Там есть технология, которая на том-то, на том-то основана Там, давать референсы на людей Больше рассказывать по продукту Не запускать? В смысле, день делать краудфайнинг? Ну, я вам скажу, для меня, например, 41 день краудфайнинга, который был Это, ну, вот, представляете, как первая любовь, которая у вас бывает Там, все хорошо, все плохо Там, что-то случается Там, вы не спите ночами, там, к чему-то готовитесь Это, ну, не знаю, эмоционально очень сильно большое переживание, да? Но при этом с точки зрения объема работы Это, ну, такой колоссальный, как бы, объем работы Который, как бы, возникает хаотически, да То есть, там, на какой-то день, когда получается большое количество вопросов То есть, мы перестали, там, на неделю работать Потому что мы отвечали только на вопросы Там сидели, там, втроем просто вот отвечали, отвечали, отвечали Потом сформировали, там, FIQ, как бы, вывесили их на сайт, как бы, там, объем вопросов уменьшился Потом появился достаточно большой вопрос от прессы Прессы тоже, как бы, нужно, как бы, очень аккуратно работать Они обижаются, если ты им не отвечаешь Но если называют дурацкий вопрос, там, особенно, там, например Присылают вопросы, которые уже отвечены, как бы, ну, то есть, там Вот разорваться в это время, как бы, ну Ну, как, там указан email, на который, собственно, можно присылать вопросы Просто мы были подключены, там, несколько человек к этому email Мы поделили, кто на что отвечает И, собственно, где-то, на момент закрытия было где-то около 800 вопросов Ну, вот смотрите, я бы сказал, одна из сильных сторон вот этих платформ У них есть довольно-таки большая, хорошая аудитория, база данных Те, кто подписался на новости, там, на обновление, там, проектов И в тот момент, когда проект начинает как-то, ну, вот, выходить на какие-то показатели Собственно, Кикстарта и Индигога, они делают идентично, они делают рассылку по своей базе И в этом момент, на самом деле, вот, для нас это была такая точка, когда он прошел, как бы, очень большой рост Потому что эти люди стали покупать Плюс при покупке делаются посты в Фейсбуке И, собственно, там аудитория начинает расти как в геометрических масштабах уже И, ну, как я скажу дальше, может быть, чуть забегая вперед Но первая аудитория, которая создается, на самом деле, мы ее создавали сами Как бы это рекомендация, там, Индигога и Кикстартер Что первую аудиторию вы должны создать сами То есть я сказал, извините, все мои друзья Я сделал рассылку, как бы, всему своему листу, который у меня был в Gmail Мы отправили, как бы, всем, как бы, нашим дистрибьюторам письма То есть, вот, инвесторам, потенциалим То есть, это, у них, поятили, там, Friends and Family at Investor, FF5 Вот, они говорят, используйте этот круг для первых В первую очередь, для запуска проекта И первые, как бы, фандеры, на самом деле, были, там, друзья Знакомые, как бы, потом постепенно и начали, как бы, постить Появляются материалы, как бы, постепенно, постепенно, постепенно проект взрастает Ну, вот, вообще, как бы, по статистике краудфандинга Они пишут, что, примерно, 20, там, 30% инвестиций Получается, как раз, а вот этого круга FF5 Friends, Family, and Investors То есть, в нашем случае, понятно, что эта цифра значительно меньше Чтобы собрали большую сумму Да Мы сначала, как бы, мы удивлялись этим вопросом Ну, то есть, мы видели, что эти вопросы приходят Мы поняли, что нужно про технологии что-то рассказать То есть, мы добавили информацию Довольно-таки большой блок На, выложили на страничку антигога И на свою страничку Там, примерно, там, по 18-страничный документ был В итоге мы, как бы, говорили, что вот все, что мы готовы На текущий момент раскрыть, оно там Как бы, больше, как бы, мы не готовы раскрывать Там, если только вы готовы, там, показать, там, ну, как бы, идентифицировать себя Но после идентификации, как бы, чтобы идентифицироваться, никто больше не повторно возвращался Так, идем дальше Ну, собственно, вот если говорить про наш проект У нас суммарно получилось 400,5 тысячи фандеров И тем, кому мы сейчас должны поставить устройство И, к точке, количество устройств это 6,5 тысяч устройств Вот первые 700, ну, как 700 тысяч долларов мы собрали за первые две недели, да То есть первые деньги собираются, в принципе, быстро А дальше уже, ну, в нашем случае получается, что Пошла медийная кампания, плюс мы понимали, что уже довольно-таки большой объем на первую партию Мы подняли, как бы, цену Чтобы, как бы, уже поток, как бы, уменьшить Потому что иначе мы вышли Ну, с моей точки зрения, на цифры первой партии очень большой Что, как бы, в одном случае с китайцами, мы все-таки что-то решили, что лучше рисковать Слава богу, что так сделали Там, как бы, происходит как? Там есть так называемый PERC Вот, если посмотреть, как бы, да, с правой стороны То есть первые люди получают устройство по 99 долларов, например И мы говорим, что там таких людей, которые могут получить такое количество устройств Например, человек 100 Вторые люди получают по 125, там Третий получает, там, не знаю, по 134 Это, с другой стороны, очень хороший тест на, как бы, такой, на эластичность цены еще То есть мы подняли, в итоге, потом до 100 99, как бы, и поток, как бы, ну, вот так уже успокоился То есть он спокойно, там, еще, не знаю, по 15 день, как бы, спокойно, там, как бы, приходило количество людей И это, собственно, та величина, которую можно в процессе компании, как бы, регулировать То есть можно добавлять новые предложения, можно убирать их Можно добавлять, там, мультик, какие-то пакеты, там, по 2, по 4, по 8 штук Там, например, вот, мне очень понравился, как бы, акробопаднился один фильм Он собрал вот только 20 с чем-то миллиона долларов То есть они предлагали, например, да, участие в фильме, например, там, на заднем плане, там, 10 тысяч долларов Там, там, участие в вечеринке с ключевыми актерами, там, 50 тысяч долларов А, что? Там, на Индигогу, да? Не-не, по-моему, нет Вот, а потом они предлагали, например, приехать кому-то из друзей, как бы, фандера, как бы, что они приедут, там, кто снимался главной роли И поздравят, и прячут нам днем рождения Там тоже сколько-то денег стоило Ну, то есть, вот, такие, как бы, ну, и, как бы, забавные перки предлагают И люди покупают, самое удивительное, что ли А там какой-то хором, и, по-моему, картинка для страшного, там Ну, собственно, как бы, если вкратце говорить, то как это работает То нужно сначала будет платформу, в нашем случае, ну, она немножко, это ограничено В принципе, есть еще все-таки российские платформы, надо не забывать На которых тоже можно собирать деньги Нужно начать готовиться Мы готовились примерно два месяца к запуску компании То есть мы снимали отдельный ролик В итоге мы планировали один, но из-за того, что там были снегопады в Штатах В итоге полетел только Артем Там я там не долетел, после этого места должны были снимать ролик Там сидела маркетинговая команда, которая готовила материалы Переводили все, там, выбирали, там, зарегистрировали счета Потому что все вот это проверка, как бы, тоже все занимает время И мы где-то за, наверное, недели-три начали еще такую, как бы, компанию на Фейсбуке То есть мы начали набирать аудиторию, чтобы в момент старта мы могли бы вот эту аудиторию уже сказать, что такой проект есть Да А перед запуском у вас в Родаке проработали еще и скажу, или нет? Да, у нас уже был Но я бы сказал, что это скорее исключение То есть вот большинство проектов Как бы, например, Nike, когда краудфандил, вот Nike, у них не было образца вообще, как бы, прототип работает То есть они говорили, что вот там когда-то будет образиться Ну, да, возможно А вот сейчас, например, проект Scyl идет на Kickstarter У них, как бы, есть прототип устройства Но это, как бы, не всегда так То есть в прошлом году был проект, по-моему, Atlas, краудфандилса Они сказали, что они сделают по определенной технологии устройства Но у них не получилось, например Они сделали там 100% рефан, как бы, всем пользователям, кто дал им деньги Ну, на нас, как бы, это были инвесторские средства То есть нам тоже было, в том числе, как бы, обосновать еще инвесторам, зачем мы вообще туда идем Мы потратим где-то около 0,5 долларов Что еще? Поставить цели нужно, как бы, определиться, как бы, со сроком, поясню Есть разная длина компании То есть можно поставить короткую компанию Можно длинную Это, скорее, как бы, уже исходя из ваших целей Ну, и вот, собственно, эти perks Это, собственно, те, как раз Суммы, которые будут люди вам давать Взамен на что-то им будете предлагать То есть, собственно, например, у нас были, в том числе, перки Когда люди просто могли пожертвовать какую-то сумму Классно, проект нравится, как бы, один доллар Либо, там, подписаться на новости Собственно, такие, как бы, рекомендации Что можно сделать, чтобы улучшить результат компании Да, действительно, на самом деле, готовиться нужно И готовиться нужно, как бы, ну, к разным вариантам То есть нужно понимать, что в какой момент Если будет большое количество вопросов Нужно, как бы, на них кому-то будет отвечать И в этот момент, как бы, компания действительно Будет просто парализована Потому что, ну, вот, все останавливается в момент Там, я бы сказал, что нужно еще открывать Как можно все-таки больше информации Давать доступность, чтобы люди не задавали эти вопросы То есть, если можно, если возможно сделать Эквикю заранее, то это совсем прекрасно Соцсети, как бы, очень сильно повышают Успех компании То есть, в виральных соцсетях Очень сильно помогают Потому что люди шерят информацию И эти люди приходят потом на сайт И делают contributions Ну, вот, я бы сказал Индигога рекомендую сделать блог И подписать блогеров Ну, не знаю, мы не делали Как бы, в принципе Ну, да Не, мы ничего Нет, мы ничего не просили Когда мы начали У нас было 100 человек В фейсбуке группа Не, ну, там мы сделали группу на Хилби То есть, как бы, ну, у меня есть там Мои друзья, как бы В фейсбуке я могу сказать, что это все друзья Но там их больше тысяч человек Но, как бы Вот в итоге, по итогам компании У нас получилось Больше десяти тысяч человек Ну, смотрите Первое, как бы, определиться с платформой Да, куда вы идете Там чуть-чуть разные требования По документам есть еще Второе, как бы, там нужно подготовить материалы И практически все требуют Ну, нужен ролик На самом деле, ролик объясняет Люди видят, кто стоит за проектом Ну, если в случае английских проектов Да, на английском языке Лучше, как бы Конечно, если английский совсем плохой То можно, как бы Вот мы, например, Артема сочетали Там с англоговорящим человеком Что иначе получается, конечно, такой Ну, это тоже так соревноватый Потому что, если он в ролике будет красиво говорить на английском Потом журналисты будут задавать вопросы И он, как бы, очень плохо отвечает Мы сделали ролик Мы начали готовить материалы Там просто есть пункты, которые нужно заполнить И просто по пунктам шли, как бы Там собирали информацию Делали картинки Там подключали, собственно, все вот эти счета, аккаунты То есть это все занимает какое-то время Ну, у нас, у нас есть рекламное агентство в Америке, да Которое нам помогает, которое делает весь креатив Мы по-своему сказали, что ребята Давайте, вы нам нужны, вы нам помогаете полностью по этой компании То есть они регистрировали там все Они проводили Они отвечали там на вопросы от нашего имени Когда вот ответы были понятные Ну, да, ну, собственно, это основная стоимость, как раз, и была Вот это рекламное агентство, которое нам помогало Они же делали ролик Ну, ролик, как бы, надо, я рекомендую посмотреть На самом деле, ролики, большинство роликов очень простые То есть вот мы, как бы, добавили еще какую-то инфографику в ролик там И картинок, как бы, таких А большинство делает просто стоящего человека на фоне стены Который рассказывает, показывает там Но если ролик чуть более профессиональный, то это на самом деле лучше Сколько стоит ролик? Не знаю, ну, сколько стоит Можно? Ну, мы заплатили сколько тысячи, две долларов за ролик Там же, ну, как, если вот снять на профессиональную камеру Там обработает, там одна цена Нет, я могу сказать, мы делали, например, первый ролик, который еще, когда вот только-только проект сделали Как бы мы еще искали инвесторов, понимали, что нужно как-то проект показывать И мы сделали первый ролик, например, он стоил 7 тысяч долларов Ну, там просто разные были съемки Там была команда, там, лимер, оператор Ну, то есть, как такое мини-кино снимали Мы? Ну, смотрите, вот в Америке, например Например, есть такой Newswire, как бы, источник, как бы, да, который посудил Туда загружается пресс-релиз Да, и он, как бы, рассылается там по практически всем американским медиа А дальше уже, как бы, исходит реакция некая Ну, во-первых, так, во-вторых, как бы, многие медиа подписаны на проекты на Kickstarter и Indiegogo То есть, они видят, как бы, как только она вот информационная рассылка Если Indiegogo и Kickstarter составляют какие-то проекты в свою рассылку Значит, они уже достигли какого-то уровня И они просто смотрят на эти проекты Потому что, ну, как вот, как устроен, в моем понимании, американский пресс Они действительно ищут новые проекты, новые интересные темы для своей аудитории Поэтому для меня, как бы, у нас больше вопросов было интереса со стороны, как бы, иностранных прессов Там, британской, американской, там, немецкой, чем, например, с российской Да, да, нет Ну, как бы, среди тех, кто нам дали денег, примерно 150 человек были из России, да Потому что это не наши, как бы, друзья, инвесторы, как бы, кто-либо То есть, просто, вот, сторонние люди Что? Да, мы на Indiegogo только подавали Да На что? Нет Мы нет Скорее, они нас мочили там Да Никак Ну, помните, что, вот, мы на момент запуска У нас было людей, работающих, скажем так, ну, условно говоря, вот над компанией было полтора человека Да, там, плюс, как бы, была рекламная команда То есть, мы определили объем работы, да, там, нельзя объять, как бы, необъятный Мы же не знаем, сколько еще будет результат, да, это, любая работа тоже стоит денег Ну, мы им сказали, что нужно, как бы, медиа, как бы, достучаться до медиа, да, но когда мы увидели, что на уже, там, на вторую неделю был большой поток, как бы, со стороны медиа, собственно, ну, там уже было бессмысленно Ну, вот, скажем, еще несколько рекомендаций по, там, не знаю, по компании, что можно использовать Во-первых, длина компании не всегда влияет на стоимость, да, на столько денег, сколько можно собрать, там, все это неоднозначно Понятно, надо придумывать, как бы, во время компании какие-то еще активности То есть, мы делали, например, в середине компании конкурсы на фейсбуке, чтобы нагонять аудиторию То, что, естественно, как бы, сначала проект, сначала медленно-медленно взлетает, потом, как бы, достигает пика, и потом начинает снижаться Вот эту аудиторию нужно поддерживать И мы, собственно, например, мы делали, там, в фейсбуке рекламной кампании Кто-то делает, там, рекламу отдельно запускает Ну, длина компании, вот, честно, как бы, она очень утомительная для, вообще, как бы, для самой команды Потому что она требует много времени, много сил Ну, у нас, вначале, цель стояла 100 тысяч Это же, как бы, надо понять, что это еще хороший пиар-повод, да Каждый раз, когда вы, там, какой-то икс делаете к выполненной цели, как бы, вы можете сказать, что вы столько-то выполнили Потолка нет, можно хоть ярд поднимать Нет, я бы сказал, что, наоборот, лучше не ставить слишком большую цель Как раз, там, и соображение пиара, как бы, и соображение фандинга Ну, очень, как бы, важный момент, на самом деле, с тем, кто дает деньги И с ними нужно постоянно коммуницировать, да То есть нужно вывешивать какие-то апдейты по продукту и во время кампании, и после кампании То, что люди, ну, как бы, они дали деньги, как бы, да, и дальше, получается, либо они попадают в информационный вакуум Либо они видят, что происходит с проектом Ну, посмотрите, мы поставили, скажем, мы поняли, что у нас водичная цена будет, там, 300 Первый мы поставили, чтобы, чтобы для привлечения внимания, да, при том, что, там, средняя цена на рынке на такие устройства Гораз в районе, там, 100 долларов Нет, не себестоимость Ну, как бы, некоторые ставят ниже себестоимость, кто-то ставят выше себестоимости То есть это скорее... То есть у нас была определенная стратегия по цене, как бы, как мы будем расти вверх При этом мы не понимали, сколько мы соберем на каждом уровне, да, скорее, как бы, такая была лесенка То есть мы не знаем, до какой ступеньки мы дойдем Правильно вы слышите, что, как бы, были среди цены на рынке на личном устройстве Ну, вот, если взять, как бы, рынок браслетов, там, шагомеров, то шагомеры начинаются от 10 долларов Самый дорогой, ну, такой более популярный, это фитбит, который стоит 150 долларов, да Мы говорим, что у нас розничная цена будет 300 Я думаю, что отчасти это послужило, там, кем-то толчком для людей, чтобы они покупали устройство пока, но по цене, как бы, эквивалентной фитбиту Я могу сказать, почему мы поставили, например, розничную цену 300 Есть несколько причин Первое, как бы, с точки зрения функций, которые сосредоточены в устройстве Если взять, вот, из тех устройств, которые есть на рынке и собрать их То получится, что на рынке нужно купить, там, 3-4 устройства Суммарно они будут стоить, там, 500-600 долларов Да, у нас есть, как бы, есть в одном устройстве, оно стоит 300 Во-вторых, мы понимаем, что то, что мы предлагаем точерей калорий, как бы, подсчета входящих калорий Это, ну, для рынка это уникальный функционал И такого, как бы, не предлагает никто Плюс мы работали, как бы, и работаем, как бы, с кальянским дизайнером, который И наша позиция, как бы, что это должен быть такой фэшн-аксессуар, скорее, лайфстайл-продукт Как бы, это не должен быть, там, спортивный, скорее, там, чисто утилитарный, правда, скорее, лайфстайл И плюс, как бы, 300 долларов, это максимальная, на самом деле, цена для такой случайной покупки То есть выше, как бы, люди уже, ну, меньшей вероятностью будут расценивать как случайную Ну, я могу сказать, что, вот, у нас два крупных дистрибутора купили То есть один купил, там, на тысяч, наверное, на 40 долларов, второй на 30 А я могу сказать, что, вот, мы, например, в момент, мы запустили в марте компанию Мы встречались с дистрибуторами американскими, там, и с некоторыми глобальными В январе на Consumer Electronics Show И мы, они, в принципе, уже тогда были, потому что мы показывали устройство, как оно работает Там, как скачет пульс, там, когда мы приходили с утра, например, такие рано-рано То есть мы показывали, выводили все данные, там, ели, там, пели Кока-Колу И они видели, что, как бы, устройство работает Нет, Кока-Кола, если выпить Кока-Колу на голодно-живую, сразу идет очень большой приход калорий Его можно оценить, там, в течение, там, 30-40 минут, она сразу покажет, потому что она сразу попадет в кровь Там, если выпить Кока-Колу в течение еды, там, жир и углеводы, КБ, они размажут Кока-Колу, и не увидишь так А вот, как хороший пример, и можно очень легко использовать У нас есть головная компания, которая загистрена в Америке В России дочка, которая занимается разработкой И, как бы, ну, вот, наши стратегии, в принципе, по патентам Мы переводим все патенты в Америку Сначала создаются здесь, у нас точка Рио для нас для безопасности Мы все равно, как бы, все складываем там Ну, как, да, акционеры Корпорации Деловере Ну, да, да, корпорации Надо бы сначала поставить этим людям устройство, а то они переживают Переживают Ну, сейчас мы им напишем, что мы им не поставим в конце августа, а будет там в сентябре Мы долго думали, как это обосновать, рассказать, там, показать Да, Китайский Новый год был в феврале, когда Не, нас уже предупредили, что у них в октябре, в начале праздники Что, как бы, ребята, старайтесь сделать все, как бы, до середины сентября И отгрузить все до начала октября Иначе, как бы, потом попадете на какие-то китайские праздники Ну, наверное, не знаю Вот, и на самом деле Я бы сказал, что в проутфайнинге, конечно, как бы, нужно ожидать, что, как бы, что-то всегда случится То есть, вот, что оно случается, непонятно То есть, например, там, большое количество вопросов, как бы, от потребителей Там, кто-то начинает, действительно, как бы, вот Мы видели, да, что мочит кто-то из конкурентов Начинает, как бы, конкретно писать, как бы, что-то Такое, вот, заказу Там, например, у нас часть денег, там, Пойпал заблокировал Там, как раз, началась вот эта история с Крымом Нет, да, как раз, вот, мы, у нас за день до старта Началась, как раз, вот эта история вся с Крымом И мы изначально думали поставить проект российский Но, как бы, что-то подумали, что нет, наверное, будет совсем стрёмно Мы поставили, как хедкватер, поставили Калифорнию И в итоге, там, на третьей неделе, как бы, там, деньги переводятся на счёт Пойпала И Пойпал бы сказал, что, как бы, мы ваши деньги блокируем В итоге, там, сколько четыре месяца переговоров, как бы, там, куча документов И, в итоге, как бы, деньги разблокировали Но, это такая, то есть, я пообщался со всеми офисами Там, российским, ирландским, там, тремя американскими, британским Но, в итоге, как бы, они сдали, конечно Ну, и, как бы, то, что задержки, как бы, я бы сказал Вот, ну, проанализирую очень много компаний На самом деле, нету практически ни одного проекта, который бы выдал что-то в срок То есть, это, как бы, скорее, как бы Потому что надо закладывать сразу, как бы, больший срок На, там, если, какой-то гаджет, либо что-то, что потребуется больше времени на то Да Потому что лучше сразу сказать дольше, чем потом переносить Потому что они будут просить возвраты Там, кто-то будет писать, что, ага, вы не выполняете сроки, там, и так далее Нет, ну, футболки, это, я думаю, самый простой вариант То есть, мы, например, за задержку пообещали, там, дополнительный браслет людям Там, ну, то есть, какой-то нужный вкусняшки Все равно давайте, если что-то происходит Задержка Не скажу Но, на самом деле, могу сказать, что Вот мы рассчитывали на одну себестоимость Опять же, к вопросу китайцев Мы привезли, показали, как бы, чертежи Все, как бы, сказали Вот устройство, вот материалы Они скажут, что себестоимость такая Начали дальше, как бы, делать, делать, делать В итоге, как бы, в реальности оказалось все дороже Там, раза в полтора А сколько вы завозов в башни, прежде чем выбрать? Ну, мы... Как вы выбирали? Ну, смотрите, мы нашли, как бы, мы ездили сначала на первую выставку Нашли, как бы, человека, который, собственно, занимается quality control, как бы, и выбором Там есть такая услуга по выбору фабрик Нашли, человек, который, собственно, там специализируется Это как консультант? Да, он как консультант То есть мы ему сделали тех заданий, как бы, он, собственно, нашел примерно 10 разных фабрик Это китайцы? Ну, он русский Он говорит по-китайски, что очень большой плюс Но он, на самом деле, сейчас уже в нашем штате Ну, услуги стоили примерно так? Ну, услуги стоили где-то 7-10 тысяч долларов Нет, подождите, а вот 10, а дальше что было? Дальше, собственно, он сказал, что вот есть такие варианты То есть при этом он, как бы, обошел больше Он сказал, что есть вот такие варианты, там, по разному уровню фабрик И мы поехали, собственно, сначала на выставку спортивных устройств Там посмотрели, кто производители разных устройств Там еще носили несколько потенциальных кандидатов И потом приехали в Китай, ездили по фабрикам, смотрели Ну, просто, на самом деле, если вживую приезжаешь, смотришь, ты понимаешь, собственно, как они это делают Потому что там есть фабрики, где делают даже мировые бренды Производятся там в подвале Там сидят китайцы при 40-градусном жаре, там воняют ацетоном Я не знаю, как они выживают Но они как пьяные мухи какие-то сидят Что-то клепают Нет Мы ездили в Пекин на выставку Там, Consumer Electronics И вот, собственно, там смотрели Вот, и потом, собственно, вот объехали Там есть фабрика, где просто тебя говорят, что вот здесь делаются какие-то бренды Но у нас соглашение конфиденциальных, мы даже не можем вас показать, что они там делаются Там, они говорят, что мы можем вас в другие цеха запустить Там, например, ты одеваешь халат, тебя сдувают все пылинки, забирается телефон Там, ну, то есть, довольно-таки высокий уровень безопасности вставят кондиционеры везде Нормальные китайцы А детки Разница, ну, в 3-4 раза может быть легко Да, я могу сказать, что, например, вот Foxconn, который делает, и Foxconn, который делает для Apple Они выдали нам стоимость примерно еще в 2 раза больше, в связи с тем, что мы в итоге вышли Ну, как сказать, там человек построил 4 больших цеха новых абсолютно Вот у меня два цеха просто пустые под новое производство Он под нас купил оборудование Это новая фабрика Нет, мы год, как бы, с ним по-своему делали все это делали, торговались Там, он делал образцы, молды, то есть, это такой, в общем, большой, длинный процесс Мы сейчас на уровне, я думаю, что, например, через 2 недели у нас будет уже предсерийные образцы Через, там, полтора месяца будут уже рабочие образцы Ну, смотрите, проект мы начали на свои деньги, потом мы привлекли инвесторские И, собственно, инвесторские деньги вот жили, там, полтора года Ну, какой? У нас много их У нас... В начале, как бы, мы, ну, как, по тысяче мы не собирали, конечно По объявлению практически Краудинвестинга у нас не было, но мы собираем, ну, как, примерно, там, по 100, по 200, там, по 300 тысяч люди давали Вот на текущий момент суммарных проект проинвестировал уже 4,6 миллиона долларов А у нас что давали? Доля? Компания Тысяча Да, да Доллар в доллар, конечно По доле в компании, да То есть, когда первые приходили, как бы, по сути дела, они верили в идею Последующие уже приходили, когда им показывали, там, объем интеллектуальной собственности, там, структурирование компании Там, в текущую стадию А может, последний вопрос? Да Договоров с китайцем Последний, и потом Вопросы уже А Георгий, чтобы закончить презентацию Ну, в принципе, на самом деле у меня последний слайд Чтобы Пробуйте Давай интересные вопросы После этого Практический вопрос Вот условия Производства в Китае Насколько жестко прописаны, если они, вот, по срокам не укладываются Что, какие последствия для них Как вы это прописаны? Ну, смотрите, как бы, китайцы вообще не подписывают договора В чем с этого Они очень это не любят делать, потому что не прописана ответственность Мы пытали своего, как бы, производителя подписать договор примерно месяцев 9 В итоге подписали с ним договор Ну, там дальше, как бы, от ваших уже условий, способностей переговорных зависит Потому что там очень большая часть, все-таки, это В том числе, как бы, работа с браком, как бы, да Чтобы он отвечал, как бы, за качество продукции Потому что у нас, понимаете, что При этом прописывают, там, у вас неделя на возврат брака То фактически Вы ничего не сможете делать Потому что вы взяли устройство, там, отгрузили Дистрибутеры поставили, там, ритейлеры Это поставили на полку Прошел месяц Посудил, все, вот, ваш срок прошел Там еще пока это устройство продалось Ну, поэтому, там надо, как бы, с ними Ну, там надо, как бы, с ними, ну, там надо брать юристы, как бы, с ними садиться и разговаривать Потому что китайцы, как бы, не самые простые договорщики То есть они, вот, по компонентам Мы практически не садим, у нас нет договора То есть компоненты все покупаются по инвойсам Притом мы отчасти даже Производители ушли Мы в итоге выбрали американские производители Чтобы покупать эти компоненты И там, плюс, сейчас еще идет такая Как бы, небольшая война между Китаем И штатами технологическая То есть не все компоненты продаются Не американские компании Прям Bluetooth может купить только американская компания То есть, вот, просто прийти, купить такой Bluetooth Для российской компании, в принципе, невозможно Для китайцев, там, там, своими путями их покупают Но официально купить можно Bluetooth Только для американской компании Там целый ряд еще компонентов Такая же история Да Ну, смотрите, вот, давайте честно Я понимал, что мы соберем больше Да, но, так как я бывший маркетолог Я понял, что это хороший способ будет использовать Что мы там собрали 100%, 200%, 300%, да Потом, с точки зрения, опять же, сбора денег Ты, как бы, больше уверен, что ты, вот, набрал сумму уже хорошо Это скорее, как бы, такая отметка условная Спасибо Спасибо Спасибо.